Друзья, всем огромный привет! Хочу показать вот такие секаторы. Покупала их давно, фирмы именитые, конечно, были не самые дешевые, но всему свой есть срок. Коснулся сейчас, продемонстрирую на тоненькой веточке, что получается, что с ними. Хотя, ну вот они вот, они через раз. Где-то докусывают, где-то не докусывают. Это тоненькая, да, ветка? То есть они рвут, ломают. Вот, вот, я пробовал. Вот такая вот, они вообще не кусают. Заламывают. А это очень плохо. И решил показать сегодня, как я заточу их. Посмотрите вы, скажите свое мнение, как делаете вы. В общем, давайте посмотрим. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Обязательно пишите ваше мнение и поставьте лайк заранее. Поехали! Для начала с вами разберем их. Тут самая простая конструкция. Гайка и винт стоит. И так же пружиночка. То есть вся конструкция. Взял самый простой камень. Такой камень, я думаю, есть у большинства домохозяек и хозяев в доме. То есть обычный камень для ножей. Я его предварительно замочил в воде. Начнем сначала с этой детали. Немножечко подведем вот этот край. Плоскость этого. Чуть-чуть прям. То есть вот таким вот образом. Ставим. Прямо чтобы одной плоскости немножко подровняем и подчистим заодно. Я думаю, будет в принципе достаточно. Камень обязательно сполоснем, уберем всю грязь, чтобы не забивалась. Ну а теперь приступим вот к этому, к режущей части, которая у нас. Тут у нас уже такие зазубринки. То есть вот видно. Ну и так же вот эту часть немножко шлифанем. Точно таким же способом. Вот у нас видно, что уже здесь немножко просвет есть. Я прижимаю плотно, чтобы плоскость была ровной прям. Ну все, я думаю, будет достаточно. Здесь, видимо, изгиб специально заводской он сделал. Потому что здесь так-так же серединка не точится. То есть края. Оно даже присмотреться, видно, что небольшой изгиб есть. Вот так вот. Ну а теперь заточим саму режущую часть. Камень, как видите, я опять помыл. Теперь мы выставляем угол. То есть какой у нас есть. На самом, на самой режущей части. Хороший заусенец на самом деле. Как будто резали проволоку. Вот, в общем, таким методом сейчас я выведу. По-быстренькому. И потом вам все покажу уже. В общем, друзья, немножко пришлось повозиться. Здесь у меня слишком была большая зазубрина. Пришлось выводить, выводить, чтобы ее не было. Ну, уже вот и осталось немножко вот здесь вот на 6-тысячной немножко доработать. Ну, я уже подработал. Сейчас просто немножечко. Прямо самые-самые заусенчики снимем. Ну, и все. И будет у нас готово. Все. Можно собирать. Насухо сейчас вытрем. Сюда капнем капельку масла. Любое, какое есть. Много тоже не надо. Вот так, чтобы смазалось. Вставляем сужинку на место. И теперь будем затягивать сам винтик. Гаечку нашу. Затягиваем до такого момента. Сейчас кто-то не видит, ходит спокойно. Еще ходит. Подтягиваем. Вот видите, все они стали. Чуть-чуть расслабляем, чтобы они возвращались на свое место. Все. Можно пробовать. Давайте попробуем. Как видите, на глазах. Сразу срез ровненький. Так, давайте на более толстом попробуем. Как видите, да? Срез ровный. Не то, что было. Вот такая вот фигня. Под углом. Даже на краешках попробуем давайте. Все видите четко. Так что, друзья, вот такой вот самый простой способ, как продлить жизнь своим секатором. Я надеюсь, что ролик был полезен. Кому-нибудь из вас пригодится и понравится. Вот. Так что, жду от вас обратной связи. Если понравился палец вверх. Ну, в общем, пишите ваше мнение. Прощаюсь. До следующей встречи. Пока-пока. Решил еще попробовать на бумаге. Хотя бумагу, по идее, им не нужно резать. Но, смотрите, как прям ножнички. То есть, все четко. Красота. 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 Красота.